Всем привет, меня зовут Павел Косенко. Сегодня я хочу поговорить о плёночном эффекте Hallation. Я расскажу о том, что это такое и почему его так важно использовать при имитации плёночного изображения. В конце видео я покажу, как это можно делать с помощью плагина Dehancer, но думаю, информация о природе явления будет полезна всем, кого интересует обработка цифрового изображения под плёнку. Итак, что такое Hallation? Это визуальный эффект при съёмке на плёнку, который наиболее явно проявляется в виде красно-оранжевых ореолов. Они возникают, как правило, вдоль контрастных границ переэкспонированных областей. Чаще всего вокруг ярких источников света. Hallation обычно хорошо заметен в ночных сценах. Перед нами кадр из фильма «Топ Ган», который был снят на плёнку в 1986 году. Если крупно увеличить фрагмент с источниками света, то мы увидим классические ореолы Hallation. Причём, обратите внимание, на границе пересвета ореолы имеют оранжевый оттенок, а по мере отдаления от границы они становятся красными. Чуть позже я подробно расскажу о том, откуда возникает эффект Hallation и объясню, почему меняется цвет внутри его ореолов. Также эффект Hallation может возникать при съёмках и в дневное время. Например, в контрсвете. Давайте посмотрим на вот такой кадр из фильма «Однажды в Голливуде», который тоже был снят на плёнку. Если увеличить фрагмент с колоннами, то мы увидим явные красно-оранжевые ореолы. Весьма характерно проявление Hallation вокруг бликов, отражающих поверхностей. Давайте увеличим фрагмент капота в кадре из кинофильма «Брат 2», и мы снова видим ореолы Hallation. Причём здесь они ещё более явные. Это связано с тем, что фильм был снят на плёнку 16 мм. Чем меньше формат плёнки, тем сильнее заметен эффект Hallation. Вот ещё один пример явных ореолов. Это кадр из мини-фильма Ливана Горозии «Seven Days». Он был снят на киноплёнку 16 мм. Здесь Hallation заметен невооружённым взглядом. Тем не менее, давайте увеличим фрагмент с источником света, чтобы рассмотреть эффект внимательнее. Обычно, когда имитируют Hallation в цифровом изображении, ограничиваются ореолами вокруг ярких объектов. На самом деле, Hallation значительно сложнее и проявляется далеко не только вокруг источников света. Он также возникает в виде равномерной красной засветки в неконтрастных областях среднего тона, особенно там, где в изображении есть красная составляющая, например, лица. Именно благодаря Hallation они, как правило, выглядят более естественно и привлекательно. Проявление Hallation в среднем тоне менее очевидно, но не менее важно для ощущения живого аналогового изображения. Ощутимый вклад Hallation в цвет лиц можно увидеть, например, в кадрах из кинофильма «Китайский квартал» 1974 года, или «Топ Ганн» 1986 года, или, скажем, «Доброе утро, Вьетнам» 1987 года. Hallation средних тонов вообще более заметен в цветных фильмах, снятых до 2000-х годов. Это связано с тем, что в то время возможности цветокоррекции кино были значительно скромнее, и цвет лиц чаще доходил до зрителя в характерном пленочном виде. Итак, давайте разберемся с тем, откуда возникает эффект Hallation, то есть поговорим о его природе. Для этого возьмем иллюстрацию из Википедии. Здесь условно изображена кинопленка в разрезе и внутренности кинокамера. Как вы наверняка знаете, цветная эмульсия состоит из множества слоев, среди которых за цвет отвечают три или иногда четыре основных слоя. Они расположены друг за другом в определенной последовательности. Ближе всего к объективу расположен слой, отвечающий за синюю компоненту, потом слой, отвечающий за зеленую, и, наконец, слой, отвечающий за красную компоненту. В кинопленках также присутствует антиореольный сажевый слой, который как раз и призван бороться с эффектом Hallation. То есть, изначально слишком большие и явные ореолы считаются техническим недостатком пленки. Вместе с тем, небольшие, естественные для живого кинопленочного изображения ореолы наоборот считаются его эстетическим преимуществом, потому что сажевый слой хоть и снижает эффект Hallation, но не убирает его полностью. Перед нами кадр, сделанный на современную кинопленку кодек Vision 3 50D. Слева оригинальная пленка с сажевым слоем, а справа пленка, на которой этот слой предварительно удалили. Как видите, эффект Hallation проявляется и там, и там, но слева он более сдержанный. Если бы в кинопленках не было сажевого слоя, то свет, пройдя через все слои эмульсии, попал бы на внутренние металлические поверхности камеры, затем отразился бы от них под разными углами и частично вернулся на пленку с обратной стороны. Сажевый слой кинопленок смягчает этот эффект, препятствуя распространению остаточного света за пределы эмульсии. Но дело в том, что этот слой не является абсолютно черным и все равно отражает свет хоть и значительно меньше, чем металлические поверхности. При этом отражение происходит уже на близких расстояниях, поэтому радиус рассеивания уменьшается. Отраженный свет довольно слабый, поэтому он слегка засвечивает в основном красный слой, не достигая остальных. Причем в первую очередь в областях высокой энергетической яркости, что и приводит, в частности, к образованию красных ореолов вокруг источников света. Иногда часть света проникает и в зеленый слой. В этом случае ореолы приобретают оранжевый оттенок. Важно понимать, что свет отражается под разными углами и преломляется в толще эмульсии. Это приводит к возникновению вторичных засветок, которые проявляются в средних тонах и, в частности, в цвете лиц. Причем проявляются равномерно, а не точечно, как это происходит с ореолами первичных засветок. Благодаря сажевому слою мы наблюдаем эффект холейшн в незначительной степени. Иногда чуть более явно, иногда почти на уровне ощущений. Это зависит от разных факторов. От яркости и типов источников освещения, от экспозиции, формата и чувствительности пленки, степени контраста границ и т.д. Для того, чтобы правдоподобно эмулировать эффект холейшн в цифровом изображении, мы создали инструмент, который называется Dehancer Hallation. Он существует в виде отдельного плагина для DaVinci Resolve, а также входит в состав плагинов Dehancer Pro и Dehancer Photo Edition. Особенность нашего решения заключается в том, что оно эмулирует реальные аналоговые процессы. Это позволяет воспроизвести эффект холейшн максимально близко к тому, как он проявляется на реальной пленке. Давайте посмотрим, как это работает. Первые два параметра предназначены для борьбы с хроматическими аберрациями, если они есть в изображении, потому что они могут мешать проявлению эффекта холейшн. Рассмотрим пример. Если на этом кадре включить эффект холейшн, то он получится не очень естественным из-за голубого контура хроматических аберраций. Мы можем их убрать с помощью параметров Defringe, из которых первый отвечает за степень подавления аберраций, а второй – за размер контуров, которые алгоритм будет считать аберрациями. Дальше идут параметры самого эффекта холейшн. Расскажу чуть подробнее про каждый из них. Важно понимать, что холейшн, как физическое явление, распространяется внутри эмульсии свободно во все стороны. Однако красно-оранжевые ореолы различимы обычно только с темной стороны границы контрастов. Первые два параметра, собственно, и задают степень контраста между источником света и фоном, необходимую для проявления эффекта холейшн. Сорс-лимитер отвечает за яркость источников света, при которых может возникнуть эффект холейшн. Увеличивая значение сорс-лимитер, мы постепенно отсекаем источники света малой яркости и оставляем только самые яркие. Бэкграунд-гейн отвечает за яркость фона, на котором может возникнуть эффект холейшн. Уменьшая значение бэкграунд-гейн, мы отсекаем не очень темные фоны, оставляя только самые темные. Следующий параметр, смус-нес. Это интегральный параметр, связанный с типом эмульсии и ее чувствительностью. Он управляет распределением эффекта холейшн между крупными и мелкими источниками света и одновременно определяет его визуальную мягкость, как, собственно, и следует из названия. Параметр Local Diffusion определяет, насколько далеко свет распространяется внутрь эмульсии от границы источников света. Чем выше значение Local Diffusion, тем больше геометрический размер, то есть радиус ореолов. Чем меньше значение Local Diffusion, тем ореолы меньше. Global Diffusion – это степень вторичной засветки красного слоя, отраженным рассеянным светом. Это более глобальный эффект, который затрагивает в основном неконтрастные области средних тонов, а также усиливает первичные ореолы. Как я уже говорил, вторичные засветки холейшн присутствуют на пленке всегда, даже если не очень заметны на первый взгляд. Параметр Amplify определяет энергетическую силу засветок. Это виртуальный усилитель эффекта холейшн, который как бы эмулирует чувствительность эмульсии кинопленки к лучам, отраженным от сажевого слоя. Чем больше значение Amplify, тем более явно проявляется эффект, и тем более оранжевым становится оттенок ореолов. Hue – это чувствительность зеленого слоя эмульсии к отраженному свету. Этот параметр определяет оранжевую составляющую внутри ореола холейшн. Минимальное значение Hue – 0, означает, что зеленый слой не засвечивается, то есть ореол целиком состоит из красного света. Промежуточное значение Hue, например, 50, означает, что засвечивается не только красный, но и частично зеленый слой, поэтому ближе к границам засветок ореол приобретает оранжевый оттенок. Максимальное значение Hue – 100, означает, что чувствительность красного и зеленого слоев условно одинаковая, то есть они засвечиваются примерно в равной степени. Таким образом, ореол вдоль всей своей диффузии имеет в основном оранжевый оттенок. Если холейшн возникает на холодном фоне, то такой фон гасит его и эффект слабеет. Параметр Blue Compensation позволяет уменьшить влияние холодного фона на видимость холейшн, если это необходимо. Импакт – это общая степень воздействия эффекта. К этому параметру можно условно относиться как к Опасити, поскольку он регулирует не физические параметры эмуляции, а прозрачность наложенного эффекта. И, наконец, Mask Mode позволяет увидеть, как выглядят ореолы и засветки в чистом виде, отдельно от основного изображения. В качестве пасскриптума стоит добавить, что эффект холейшн редко возникает отдельно от эффекта Bloom. Поэтому для получения более достоверного изображения, как правило, лучше использовать одновременно инструменты холейшн и Bloom. Почти во всех примерах, которые я показывал в этом видео, эффект Bloom был включен, хотя мы и не регулировали его параметры. Для натуральности и наглядности также везде было добавлено пленочное зерно. Подробно о том, что такое пленочное зерно и как работает инструмент Dehancer Grain, можно посмотреть в другом видео. Ссылка в описании. Что касается эффекта Bloom, я планирую рассказать о нем и о том, как работает соответствующий инструмент Dehancer Bloom в отдельном видео. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить его. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!